такой самый яркий заголовок по тегу саморазвития он связан с вопросом как стать лидером своей жизни на самом деле все не так обычно тяжело и сложно как думает человек просто человек отвечая на вопрос как стать лидером своей жизни должен ответить на 2 должен ответить на два вопроса первый вопрос или задать себе два вопроса что в жизни хотите и так первое вы хотите свободы или вы хотите спокойствия и обычно вот это является началом вашим то есть случае если вы хотите свободы для вас одна жизнь должна быть случае если вы хотите спокойствия то другая жизнь и так первая вы хотите свободы делайте все своими они чужими руками тогда вы будете свободным человеком и второе вы хотите спокойствие делайте все чужими руками они своими и своим умом и таким образом вы будете или обретете спокойствие таким образом случае если в случае если вы будете определить для себя что же вы хотите вы хотите спокойствие комфортной жизни тепла пусть вместо вас кто-то делают эксплуатируйте и так далее случае если вы хотите свободы делайте все своими руками старайтесь достигайтесь не трогайте других людей старайтесь своим умом жить у вас будет огромное количество свободы вы будете в общем-то обеспечены этому обычно человек говорит я хочу одновременно и свободы и хочу одновременно спокойствие так не бывает выбор нужно сделать конечно же я часто говорю эти слова хотелось бы еще раз их сказать обычно человек который начинает саморазвитие должен знать что наша жизнь связана с тремя элементами первое если вы хотите чего-либо достичь вашей жизни вы должны знать вам придется жить по принципу трех первое отдыхать второе работать третье обучаться в случае если вы живете только отдыхаете 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 то у вас не получится того чего вы себе задумали также один из нюансов таких есть который заставляет лично меня работать их несколько и о некоторых из них мне бы хотелось сказать первое это мотивация зачем мне что-то нужно то есть она мне вдохновляет я живу ради семьи для семьи для детей для будущего для мира для страны и так далее а это меня вдохновляет но многих людей это не вдохновляет потому что тенденция такая что всех уже давно заманала семья там отношения и мир и социум и все остальное то есть люди не хотят их не вдохновляет эта их наверно могут вдохновлять какие-то эгоистичные задачи эгоистичны и цели и такие эгоистичны и цели там могут быть такими купить себе наконец-то квартиру купить себе наконец-то дом купить себе наконец-то там пароход стать богатым человеком или какие-либо еще но и обычно человек сталкивается с такими задачами и такими целями ну и хотелось бы дать ему вот такой совет обычно человек смотрит телевизор и мечтает о том что он будет очень богатым человеком как же заставить себя глядя телевизор встать и пойти и заниматься саморазвитием обучением там еще чем-либо задайте себе такой вопрос или говорите себе перед телевизором такие слова говорите моя жизнь не вечная моя жизнь не вечная то есть вы должны знать что ваша жизнь не вечна и это может быть мотивом и мотивацией для того чтобы вас толкать к тому чтобы вы хотели чего-либо